МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Житковичский район, край благодатный. Издавна он славится первозданной красотой природы, богатой историей, трудолюбивыми и гостеприимными жителями. А сегодня еще известен и благодаря своему экономическому потенциалу. Съемочная бригада телепередачи «Земля наша» продолжает рассказывать о самых ярких достижениях Гомельской области. На очереди Житковичский район. В ближайшие 26 минут вы узнаете. Что такое сапропели, как их добывают и в каких сферах используют? Где производят настоящий итальянский сыр? А также, как изменится облик житковичей в ближайшее время? Житковичский район образован 17 июля 1924 года. Расположен в самом центре Белорусского полесья. Граничит с Петриковским и Лельческим районами Гомельской области, Столинским и Лунинецким Брестской области, а также Любаньским и Солигорским Минской области. Занимаемая площадь порядка 2900 км2. Численность населения более 35 тысяч человек, половина из которых проживает в городских условиях. Административный район разделен на один городской и 12 сельских советов, в состав которых входят 107 населенных пунктов и два города – Житковичи и Туров. Для начала отправляемся в Люденевичи. Узнаем, чем живет расположенное рядом с деревней сельскохозяйственное предприятие с одноименным названием. Сегодня здесь по праву есть чем гордиться. В открытом акционерном обществе Люденевичи поголовье крупного рогатого скота насчитывает 3800 голов, в том числе 1000 коров. Ежегодное производство молока – 4700 тонн на одну корову. Начиная с 2012 года, его ежегодный прирост составляет от 160 до 215 литров. Сегодня ситуацию в открытом акционерном обществе Люденевичи оценивают как стабильную и при этом видят перспективы для дальнейшего экономического роста. Однако еще в прошлом году все было не так однозначно. Процентные выплаты по кредитам очень сильно влияли на финансовые возможности хозяйства. Пока предприятие не попало под действие указов президента номер 253 и 268. Все наши долги были отнесены в агентство активов и мы на данный момент выплачиваем проценты. Это очень облегчило финансовую сторону хозяйства с таким расчетом, что мы можем позволить часть выручки направить на приобретение ГСМ, запчастей, удобрений. Раньше у нас это ничего вообще не оставалось после погашения задолженности. Сейчас же на предприятии строят далеко идущие планы. Одна из первоочередных задач – реконструкция склада минеральных удобрений. После ее завершения вместимость увеличится в шесть раз. Кроме этого, новый склад будет ориентирован под работу современной техники. Стоит отметить, что реконструкция осуществляется исключительно хозспособом, без привлечения специалистов со стороны. Плюс используется кирпич со своего же кирпичного завода. Здесь же работникам хозяйства помогает студенческий отряд БРСМ. Молодые ребята выполняют подсобные работы, за что получают неплохой заработок – до 400 рублей. Дети являются выпускниками уже государственного учреждения образования. То это им в дальнейшем помощь. То есть, возможно, можно лучше себя испытать во взрослой жизни. Далее следуем на предприятия, отвечающие за строительство и эксплуатацию миллиаративных и водохозяйственных систем. Если обратиться к истории, миллиардация на Гомельщине началась еще в середине прошлого века. Тогда в регионе почти 70% земель были заболоченными и невысокоплодородными. После проведения миллиаративных мероприятий урожайность на этих территориях значительно возросла. И поэтому сейчас важно сохранить созданный комплекс и повысить эффективность его работы. Если говорить про Житковичский район, то здесь более половины земель являются осушенными. Иными словами, на них имеется осушительная сеть, обеспечивающая нормальный водно-воздушный режим для выращивания сельскохозяйственных культур. Ежегодно Житковичская ПМС передает хозяйством сотни новых гектаров. Земля, где была произведена миллиардация, впоследствии радует хорошим урожаем. К слову, Житковичская ПМС проводит работы и в других районах области. Гарантированных в районе у нас, конечно, нам этих объемов не хватает. Мы едем в другие районы области, да, выезжаем. То есть работали по нанесению порядка и в Реческом районе, работали по нанесению порядка и в Ветковском районе. Мы выполняли там наши колеративные работы. На предприятии постоянно модернизируют производственную базу. На эти цели за последние годы использовали свыше 100 тысяч рублей. Технический парк насчитывает 13 современных эскалаторов и 5 бульдозеров различных модификаций. Это позволяет ежегодно выполнять объемы работ в размере свыше 2 миллионов рублей. Успех Житковичской ПМС в том, что правильно подобранный коллектив, организация зависит от руководителя, направленный четко на производство, на выполнение поставленных задач в плане миллиарации, подбор и шлейф той техники, которая может работать не только в миллиарации, в сельском хозяйстве, но и выполнять ряд других работ. Кроме миллиаративных работ, предприятие акцентировано на строительных работах, на агротехнических в сельском хозяйстве, на дорожных работах. Особое внимание также созданию комфорта на рабочих местах. Несколько месяцев назад на предприятии начали ремонтные работы бытовой комнаты. Буквально за три недели ее привели в порядок. Руководители уверены, если сотрудники будут себя уютно чувствовать, то это отразится и на экономических показателях. Должна быть забота о, так сказать, трудяхах, потому что от них зависит, наверное, и успех всего коллектива. В первую очередь в плане, чтобы нормально можно было отдохнуть, я имею в виду и покушать, и помыться после работы. А теперь узнаем, как добывают сапропели. Это самое большое озеро в Гомельской области – Красное. Именно здесь находится около 80% от всех запасов этого ценного продукта в регионе. А это более 70 миллионов кубометров. Сапропели содержат огромное количество органических веществ. Их успешно используют в медицине, сельском хозяйстве, земледелии и в сфере нефтедобычи. К слову, один из главных потребителей жидковических сапропелей – Беларусьнефть. В целом же годовая реализация составляет порядка 20 тысяч тонн, преимущественно на внутреннем рынке. В прежние годы мы небольшие поставки осуществляли в Россию и также в страны Запада. Это в Германию порядка 100 тонн. В год запускали в Арабские Эмираты, пробовали, 70 тонн продали. В прошлом году порядка 70 тонн продали в Чехию наших сапропелей. То есть первые какие-то шаги есть. Но нужно улучшать качество выпускаемой продукции. Я думаю, мы будем конкурентоспособными на внешнем рынке. В прошлом году был открыт модернизированный комплекс по производству высокоэффективных органических удобрений и сапропелей. Проект был реализован в рамках перехода нашей страны к зеленой экономике по программе развития ООН. Новое оборудование делает заготовку сырья более эффективной. Затраты на электроэнергию сократились в три раза, а производственные мощности выросли на 40-50%. В этом же году на предприятии также появится современная линия по глубокой переработке сапропелия. Оборудование, которое сегодня мы закупаем, оно позволит, во-первых, уйти от многих, так скажем, факторов, которые отрицательно влияют на качество. Это прежде всего то, что мы будем добывать на озеро. Многие, так скажем, сегодня смотрят на наличие радионуклидов. То есть сегодня, если мы новое оборудование будем добывать, уже цикл переработки уменьшится. Раньше целый год перерабатывали, мы практически высыхали сапропель. То есть сегодня, учитывая оборудование, мы порядка трех-четырех месяцев уже сможем выпускать продукцию. Благодаря новому оборудованию не только увеличатся объемы выпускаемой продукции, но и улучшатся ее качество. А еще модернизация производства позволит значительно улучшить экологическое состояние озера Красное. Далее отправляемся на Туровский молочный комбинат. Предприятие хоть еще и совсем молодое, но уже добившееся высоких результатов. Сегодня оно занимает более 70% в общем объеме выпускаемой продукции в Житковичском районе. Когда комбинат начинал свою деятельность в 2013 году, в сутки переработка молока составляла около 30 тонн. Спустя четыре года эта цифра увеличилась более чем в восемь раз. Такой рост объема производства обусловлен несколькими факторами. В первую очередь, большим спросом на продукцию молочного комбината на внешних рынках. К слову, предприятие экспортно-ориентированное, и около 85% выпускаемой продукции направляется к иностранному потребителю. В списке торговых партнеров – Россия, Казахстан, Армения, а также экзотические Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. Огромный интерес к туровской молочной продукции и на внутреннем рынке. Особое внимание на предприятии – контролю за качеством сырья. Сюда поступает молоко высшего сорта и сорта «Экстра» в сутки до 300 тонн. На приемке осуществляется также контроль этого молока. И после подтверждения лаборатории, что молоко соответствует качественным показателям, осуществляется его приемка. Молоко поступает в емкости хранения, где проходит дальнейшую обработку. Сегодня на туровском молочном выпускают такие виды сыров, как моцарелла, рикотта, маскарпоне, скаморца и другие. Всего более 60 разновидностей сыров итальянской группы. Технология производства соответствует европейским стандартам. В Беларуси, в общем-то, так профессионально и в таких объемах, как мы, никто не занимается. Мы выпускаем до 30 тонн сыров в сутки. Для себя возвели, скажем так, в основную идею – это стать экспертом в области производства итальянской группы сыров. И под эту идею, конечно, уже разрабатывался проект. Покупалось итальянское оборудование от ведущих производителей. Приглашались итальянские специалисты-консультанты для монтажа, шеф-монтажа, отработки технологии. К слову, на счету предприятия сегодня уже немало наград, среди которых бренд года в Беларуси и лучшие отечественные товары на рынке Российской Федерации. Еще одно крупное предприятие Житковичского района – открытое акционерное общество «Сатурн-1». Компания выпускает оборудование для горной промышленности. Комплекты для железнодорожных составов, комплектующие для нефтедобывающего оборудования, металлические формы для домостроительных комбинатов. Ассортимент насчитывает свыше двухсот наименований. Несмотря на то, что «Сатурн-1» находится далеко от крупных городов, предприятие имеет производственные связи с крупнейшими фирмами, как в Беларуси, так и в России. К примеру, тесное сотрудничество налажено с Тихвинским вагоностроительным заводом. Как отмечают на предприятии, для эффективной и успешной работы необходимо постоянно совершенствоваться, а также искать новые возможности для развития. С этого года начали поставлять металлоконструкции на Петриковский горнообогатительный комплекс. Уже было поставлено в этом году 600 тонн металлоконструкций. Вот, например, поставляем изделие НД-1. Это соединительный элемент. На отсутствие заказов на предприятиях жаловаться не приходится. Первое полугодие 2017 года можно смело назвать экономически успешным. Значительно выросли объемы производства. Среднемесячная выручка по сравнению с прошлым годом увеличилась вдвое – с 400 тысяч до 800. Увеличился к нам спрос. И мы сейчас, особенно последние два месяца, почти не успевали. Очень было производство загружено. Сейчас немножко у нас более-менее восстановились. И держим объем в рамках потребления нашей продукции перед нашими заказчиками. В планах руководства предприятия не избавлять набранных оборотов, а стремиться дальше развивать производство и таким образом увеличивать ассортимент и наращивать объемы выпускаемой продукции. В данный момент для производства мы берем сейчас еще два станка. Это фирма «Досан Корея», чтобы не хватает металлообработки. Вот этих фрезерного ЧПУшного и токарного ЧПУшного. Где-то в августе они должны к нам прийти. Для расширения производства у нас уже не хватает площадей. Поэтому планируем вот здесь, рядом с нами, на этой площадке, поставить еще один корпус или модуль для ЧПУшного производства. «Сатурн-1» принимает и активное участие в оказании спонсорской помощи. Благодаря финансовой поддержке предприятия в Житковичах несколько лет назад началось строительство храма святого Феодосия Черниговского. Помимо того, что были закоплены все необходимые материалы, работники «Сатурна» выполняли строительные работы. В прошлом году храм был достроен и освящен. И сегодня он является оплотом духовно-нравственного воспитания. Сегодня церковь – это, прежде всего, церковь молодых людей. Конечно же, невозможно разделить человека, православного христианина, от патриотического сознания своей миссии в этой жизни. Ведь патриотом можно считать человека того, который любит свое отечество, любит свою культуру, свою нацию, свой язык. И, безусловно, очень хорошо относится к людям, которые являются носителями другой культуры, языка и традиций и обычаев. Вот такой человек называется патриотом. В Житковичах началась масштабная реконструкция города. И первые работы затронули улицу Социалистическую, пролегающую возле музея военной техники. Этот участок всегда вызывал беспокойство у представителей местной власти. Именно здесь регистрировалось наибольшее количество ДТП. После окончания работ будет установлено современное светодиодное освещение. Светофор, а сама дорога станет четырехполосной. Улица Социалистическая, главная улица, которая выходит в сторону Турова. Здесь много туристов проезжает, видит все это. Поэтому я думаю, что будет хорошей визитной карточкой и города. Завершить расширение улицы Социалистической планируется до 1 сентября. Параллельно проходят в Житковичах работы и на других социально значимых объектах. У нас реконструируется закрытый корпус второй школы. Проблема такая существовала, были аварийные прикрытия. Поэтому он включен в план этого года уже. Долгое время, 5-й садик, был закрыт один корпус. Как аварийный, там было движение по фундаментам. Сегодня разрабатывается документация, буквально в августе она выйдет. И мы приступим к этому объекту. После реконструкции дополнительно появятся 4 группы. Ввиду того, что у нас сегодня в городе имеется уже напряженность по детским садикам. Кроме того, в планах проведения работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В первую очередь, ремонт крыш и фасадов. Также планируется реконструкция городского стадиона и бани. Раньше в этом здании располагалось аграрное профтехучилище. После учреждение сменило прописку, и объект недвижимости определенное время находился без хозяина, пока его через Оуксион за одну базовую величину не приобрел индивидуальный предприниматель. Согласно условиям покупки, за 2,5 года здание необходимо было привести в порядок. С этим бизнесмен справился, и в марте текущего года объект был сдан в эксплуатацию. А недавно здесь появились первые арендаторы. Они открыли магазин мебели и фирменный магазин белорусского предприятия легкой промышленности. Специально для города Житковичи сделали нам брендовую майку с названием «Житковичи». Это придумали наши дизайнеры. Приобретают как и для подарков, так и приезжие гости из разных стран приобретают как сувенир. Вся площадь здания – 2000 квадратных метров. Пока арендаторам отдали пятую часть. Практически окончательное заполнение ожидается до конца августа. Здесь появятся магазины мясной продукции, бытовой и промышленной химии, ряд других торговых точек. Это те предприятия, те торговые объекты, которые привнесут сюда и будут реализовывать, либо предлагать продукцию, которую наш покупатель в нашем регионе не мог купить здесь. Сейчас в двух действующих магазинах мебели и товаров легкой промышленности создано 10 рабочих мест. С приходом новых арендаторов планируется трудоустроить до 50 человек. Задача властей – реализовать через аукционы и другие неиспользуемые объекты недвижимости. Сейчас в Житковичском районе их насчитывается около 180. К примеру, на ближайших аукционах можно приобрести следующие объекты. Здание бани в деревне Борки, здание караульного помещения в Житковичах. Ознакомиться с детальной информацией и перечнем предлагаемых объектов можно на сайте Житковичского райисполкома. Потенциальных инвесторов может заинтересовать логистическая привлекательность района, две республиканские дороги в направлении Украины, а также удобное транспортное соединение с Гомелем и Брестом. Не использовать данный потенциал – это нас никто не поймет. Поэтому мы стараемся исполнительную власть и субъекты хозяйствования по максимуму извлечь из этого выгоду. Это рабочие места, это объекты, которые надо вовлекать в оборот. И самое важное после всего этого – это наполнение бюджета района налоговыми поступлениями. Важная задача, которая сегодня стоит перед местной властью – повышение уровня оказания медицинской помощи. К слову, в прошлом году по инициативе председателя райисполкома было принято решение о создании в Центральной районной больнице палат повышенной комфортности. Был организован субботник, средства от которого пошли на реализацию данной идеи. В результате в ЦРБ появились четыре современные палаты. Пациентам нравится, потому что это все изолировано, находится и санитарная комната в этих помещениях, их могут спокойно посещать родственники, и они довольны пребыванием. Не безразличие к чужой беде – вот еще одна особенность местных жителей. Это они доказывают не словом, а делом. Начальник отделения по гражданству миграции Житковичского РУВД Денис Романчук стал настоящим героем. Во время отдыха на реке Припять он увидел тонувшего мужчину. Не колебался ни секунды, сразу же бросился вытаскивать человека из воды. Все закончилось благополучно. А спустя короткое время подвиг Дениса был оценен по достоинству. Медаль за спасенную жизнь он получил из рук президента Беларуси Александра Лукашенко. На моем месте, наверное, банальные слова, но поступил бы так каждый. Потому что все-таки это жизнь, ничего ценнее жизни в этой жизни нет. Поэтому любой бы, кто бы был, наверное, так же поступил, как и я. Героическим поступком ничего не считают практически. Ну, я бы сделал бы так же еще раз. Подрастающему поколению есть с кого брать пример. Жители района слабятся не только героическими поступками, но и спортивными достижениями. В прошлом году свой 25-летний юбилей отметила Житковичская детско-юношеская спортивная школа. Учреждение было создано на базе мотора строительного завода. И сегодня предприятие оказывает помощь в приобретении необходимого для занятий инвентаря. Развитие есть. И что примечательно, очень много детей идет в спорт. Их не надо за руку тянуть. Отвлекает это все, вы знаете, от улицы и прочее всего. Положительно влияет и на учебу, и на воспитание, и прочее. Тренинский коллектив у нас очень хороший. Опытный, главное, что опытный. Никто не бросает свое дело. Сегодня в спортивной школе занимается более 300 ребят. Сто из них гиревым спортом. На территории области этот вид спорта культивируют только в Житковичах. Наша съемочная группа попала на занятия, которые проводит опытный тренер Сергей Юзюк. По словам директора школы, талантливый педагог разработал уникальную методику тренировок. Всех секретов нам, конечно, не выдали. Однако главные правила довольно просты. Планомерное распределение нагрузок, а также индивидуальный подход к каждому ученику. Одни дети приходят для интереса. Сначала так, кто начинает им нравиться, они начинают потихонечку. Нужно и заинтересовать детей постепенно. И потом уже сначала привлечь к себе их, а потом уже потихонечку, чтобы они начинали заниматься. Потому что главное не испугать ребенка. Дети разношерстные приходят, поэтому приходится каждому индивидуально подходить. Тяжелый и кропотливый труд воспитанников школы тренерского коллектива принес учреждению немалое количество дипломов и наград. Житковичские атлеты были участниками соревнований в Греции, Германии, России и Украине. Традиционно высокие результаты местные спортсмены показывают и на домашнем кубке Олесья. Сегодня турнир один из основных брендов районного центра. Однако главной гордостью и визитной карточкой спортивного учреждения всегда были его ученики. Мне в школе друг подсказал это место. Я пришел, начал заниматься. Уже как год занимаюсь. У нас тренер не очень строгий. Он, когда у нас что-то не получается, поддерживает, говорит, что потом получится идти до конца. Бывает такое желание сдаться, но я иду до конца. Толкаю гири, рву штанги. Работа в направлении спортивного развития предстоит большая. Но главное, что есть заинтересованность как юных спортсменов, так и их тренеров, а также поддержка местных органов власти. Поэтому главные достижения еще впереди. Как наверняка и успехи участников Житковичского автоклуба. Их задача заряжать позитивом и хорошим настроением целые населенные пункты. И с этим артисты справляются на отлично. Их приезд тельчане всегда ждут с особым нетерпением. Ведь автоклуб приходит с праздником туда, где уже долгое время нет клубных учреждений. В дереве Березина на концерт собрались люди разных возрастов. В программе как популярные сценические композиции, так и народные белорусские песни. К слову, Житковичский автоклуб сегодня лучше на Гомельщине. В прошлом году на областном конкурсе «Маршрут. Далекая везка», где состязались 19 участников, заняли первое место. Это уже вторая победа в проекте. Первая была в 2012 году, когда конкурс проходил впервые. У нас приезжали за обмен опытом Добруш и другие районы мне звонили, интересовались нашей работой. В нашей работе надо быть фанатом. И весь коллектив, они без фанатизма этого не получатся. К культурному и духовному наследию в Житковичском районе относятся с особым трепетом. Побывав на этой земле, нельзя не вспомнить про древний и величественный Туров. Именно здесь каждый год в мае проходит празднование в честь памяти святителя Кирилла Туровского. Кирилл Туровский – один из выдающихся духовных деятелей своего времени. Богослов и просветитель родился в XII веке. Его называли патриархом восточнославянских литератур. Современники утверждали, что он писал для всех и для каждого. И до сих пор потомки обращаются к его творчеству как к неисчерпаемому источнику мудрости. Несмотря на то, что с того XI века уже прошло столько столетий, а мы все равно память его продолжаем не только вспоминать, а призывать его в молитвах, вот это свидетельствует о том, что живая наша Церковь. Мы не просто его вспоминаем память. Он сегодня с нами был вот таким мистическим, таинственным образом на богослужении. В этом особое качество нашей Церкви. Мы не вспоминаем те события, как исторические какие-то, и не кладем потом после праздника на полки память об этих святых. А мы сегодня с ними вместе. Вот в этом проявляется особая наша мистическая Церковь Христова. Туров привлекает своей историей, своим наследием и своей современностью. Здесь всегда стремились сохранить самобытность. И в то же время это современный город с развитой инфраструктурой. Ежегодно 11 мая в Туров приезжают паломники не только из всей Беларуси, но и из соседних стран. В День памяти Кирилла Туровского здесь царит особая атмосфера душевности и умиротворения. Житковичский район сегодня успешно развивается во всех сферах. А глядя, с каким теплом и гордостью местные жители хранят свое историческое и культурное наследие, можно с уверенностью сказать, у этого региона большое будущее. Редактор субтитров А.Семкин